Удивительные времена! Да, Россия! Народ больше уважает мятежника и главаря в военной группировке, чем президента. Послушайте, что они говорят. Вот если бы Евгений Пригожин выдвигался на выборы президентские, ты бы проголосовал за него? Конечно, конечно. Я думаю, проголосовало бы очень много людей, процентов, наверное, 90 населения страны, процентов 90. Просто так как некоторые, ну, вот эти процентов 10 относятся к нему, конечно, неположительно, вот, отрицательно. Но я бы проголосовал. А это уже Ростов. Тут люди массово оплакивают гибель Пригожина и несут цветы. Кстати, к тому самому цирку, где в июне застрял танк. Да, стихийные мемориалы в память о разбившихся главарях Вагнера все появляются и появляются в регионах. А вот в Белгороде фото погибших принесли к вечному огню. В Тобольске поставили на танк Т-72М. Вы заметили, что на всех мемориалах фотография Уткина в костюме? А после падения самолета в кремлевских телеграм-каналах брали старющую фотографию Уткина. Не все знают, что скрывает костюм Уткина под собой. Но Белгород все испортил. Там не заморачивались и скачали первую попавшуюся фотку с интернета Уткина, на которой скрывалась правда. Нацистские наколки по всему телу. Ой, а как так вышло? Уберите, пожалуйста, фото как минимум помощника Пригожина Дмитрия Вагнера Уткина с мемориала «Вечный огонь», посвященному советским солдатам. Он был весь обколот нацистскими символами. Это уже перебор. Надеюсь, что у вас есть хоть какое-то уважение к нашим дедам. Вот так зам Пригожина, герой России Уткин, перешел в разряд нацистов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА